Всем привет дорогие друзья, вы на канале Ленхасл. Ну что ж, состоялся листинг X-Empire. Напоминаю там разработчики, которые рассказывал там про хомяка, как они так поступили, мы не считаем это правильным, я там смотрел его видосы. Итак, прошло 5 минут с начала торгов. Давайте посмотрим на цену. Если на премаркете цена была 0,0023, то сейчас цена 0,007. Итак, я получил 900 тысяч токенов, они кстати еще не пришли. И опять же, как их вывести? Смотрите, если у вас биржа, они вам уже должны были прийти, всем 100% уже пришли. Если у вас кошелек, то у вас будет вот такая картина. Сейчас покажу, вот такая картина. Вот это мой скриншот, то есть у вас там должен быть подключенный кошелек, заходите и здесь будет вот такая надпись. Аирдроп 1, он будет там один-единственный, то есть его выбираете, поскольку здесь другая надпись будет только у тех, кто заклеймил свои токены на биржу, и у него остались от блума и ноткоина здесь токены. То есть там давали за эти этапы бонусы и возможно будет такое написано. Но в основном у всех будет аирдроп 1. И дальше у вас здесь будет статус в очереди. Ну вот я уже сколько времени у меня открыто, очередь все не движется. И прикол в том, что здесь непонятно, что значит больше тысячи. Типа больше тысячи это и 100 тысяч, и 200 тысяч, и при этом тысяча один это тоже больше тысячи. Поэтому непонятно, когда это ждать. Мой совет, просто дождитесь вечера, несколько часов подождите, и все. Вы видите себя спокойно. Потому что если вы выбрали не кассидальный кошелек, например, Тон Кипер, то вы все равно уже не ставили себе цели продавать. Ну скорее всего, если вам есть 18, и вы не собирались на биржу. А теперь давайте перейдем к цене. Итак, вот да, альтабус. Ну кстати, вот пока я говорил, она чуть поднялась. То есть, ну разумеется, сейчас-то у нас зеленые свечи. Хотя вот здесь вот, как видите, уже идет-идет вниз. Уже вон на битгете опустилась ниже. Здесь это вообще оно ли? Ну вроде бы да, да, это оно открыто. Вот на ОКХ, даже чуть выше вот цена. Как видите, 3.01, хотя на остальных там 4.07. Ну то есть не прям намного больше, но тем не менее. Здесь вот ведь 4.08. Ну окей, типа она начинает чуть-почуть как-то подниматься вверх. Но опять же, сейчас стаканом жестко вырубают. И уже неудеет, вот за 5 минут там уже напродавали на 2.5 миллиона долларов. Давайте посчитаем, сколько я получил. То есть, если у меня дроп 900 тысяч, давайте посчитаем 900 тысяч токенов. Мы умножим на, ну окей, давайте на 0.08 умножим на 0.008. Это в долларах 72 доллара. Много это или мало? Это меньше, чем с хомяка. Да, потому что с хомяка я получил 80. Но и рефералов у меня здесь было в 5 раз меньше. В хомяке у меня было 500, а здесь 100. В хомякай не вложил ни копейки. В маск импайр я вложил 0.5 на получение дропа. 0.1 дважды на просто там закинуть транзакцию. И 50 звезд. То есть, получается, это 500 плюс 100 и плюс 100. То есть, 700 рублей я вложил, получил 72 доллара. Но я же не просто их вложил, я играл каждый день, писал кучу контента и получил в 10 раз больше. Ну окей, 70 долларов. И это при том, что я буду все равно халдить, чтобы получить другие токены. И в целом получу больше тупо за счет того, что они у меня лежат. Разумеется, вот эти цены, они удручают. Ну, не буду врать. То есть, вряд ли они кого-то порадуют, правильно? Потому что, ну, такие все рассчитывали, я думаю, ну, как минимум в 2-3 раза больше получить. А тут вот такая ситуация. Ну, давайте даже умножим по вот этому на ок иксе. Давайте 0.0012 умножим на мои там 900 тысяч. Будем посмотрим, сколько это. Это, ну, ой, я, да, забыл нолик. Ну, соответственно, убираем вот этот ноль. Будет 108 долларов. 108 долларов все равно не так уж и много. Разумеется, вот вам уже пора понять. Никакой проект не даст даже близко к ноткоину, в котором вот условно я получил там 1200 долларов, которые в пике вообще тремя тысячами долларов были. Благо я вовремя зафиксировал. И это больше, это число больше, чем я со всех таполок получу, скорее всего, за все время. То есть, мне очень долго надо копить будет, чтобы тот успех ноткоина догнать. Ну, что, цена вот такая будет чуть, ну, короче, как доксы, вот, друзья, вот как доксы. Ну, если доксов я получил тогда, значит, ну, да, не как доксы. Сейчас у меня, к сожалению, в кошельке нет. Я вообще немного в другом месте храню. Это просто вот кошелек, которым я получаю всякие аэрдропы и так далее. Значит, храню я немного в другом месте. Кстати, вот сейчас зашел с телефона, и по-прежнему, типа, я в очереди просто на тысячеплюсовом месте. И если, самое интересное, вы выходите из этого раздела, который я показываю, вот этот, то вас просто выкидывает из очереди, и вы опять встаете в ее конец. И самое вот главное, это вот, я такого бреда, вот такой системы тупой, я еще ни разу не видел, поскольку, ну, вы, например, нажимаете клейм, ну, вот, условно, в каких-то других проектах, и у вас, типа, он либо дает заклеймить, либо не дает. То есть, для чего было делать так, что ты встаешь в какой-то очереди, причем непонятно. Понятно, что я тысячный плюс, но сколько длится одно место, и что значит тысячный плюс, непонятно. Ну, я уже, конечно, такую воду плюс-минус лью, но я думаю, все немного возмущены, кто выводит на некостодальные кошельки вот эту вот тупизне просто абсолютной вывода. Типа, я в какой-то очереди, если выхожу, мне что, надо, типа, сидеть с разблокированным телефоном и ждать сколько-то времени, ну, это странно. Ну, ладно, друзья, пишите в комментариях, сколько вы залутали. Вот, я несмотря на то, что у меня, как бы, не самое большое, не самое маленькое количество токенов, то есть, в среднем-то люди залутали где-то в три раза меньше, я смотрел, там, по 300 тысяч, ну, типа, вот, активный игрок плюс-минус мог получить без рефералов. У меня было 100 рефералов, из них где-то 70 прям активные, я получил вот 900 тысяч. Топы, я видел, там, по 20-30 миллионов получили, ну, то есть, в 30 раз больше, чем у меня, там, 3000 долларов, тоже, конечно, это не супер какой-то результат для топового инфлюенсера. Получить 3000 долларов, ну, не знаю, это, это не прямо, ну, что-то невероятное, как мне кажется. Я не знаю, может, у вас какое-то другое мнение, но инфлюенсеры зарабатывают на рекламе в своих каналах, типа, в неделю, раза в два больше, чем, вот, ну, на аирдропах подобных. Вот, как видите, просто красная у нас свеча вниз, просто улетела цена с 1.8, ну, я просто на линии называю, с 1.8 до 1.2. Ладно, друзья, пишите в комментах, сколько залутали, ваше мнение насчет этого, надеюсь, помог всем вот с этим аирдропом. Просто ждите, когда отлягут серваки, часика через три заберете, все равно уже слить не успели по такой цене. Ну, вот, по сути, тот, кто зашел на первой минуте продавать, он же мог зафиксироваться по, ну, и то, вот, я даже вот, вот, да, где тут пиковое значение было? 1.2, ну, да, ну, ну, вот, ну, нет, это даже не, это 4.01, то есть потом резко она поднялась, ну, да, тут какой-то некорректный график, сейчас по графику вообще непонятно, я не понимаю, со скольки начались торги, в комментах писал с 3.01, ну, то есть, немногим больше он, кстати, сейчас упал. Возможно, как у кэтсов будет, там откупят кто-то эти токены, и они пойдут вверх, там, x2 дадут, и вот, можно будет зафиксироваться. Я лично, говорю, продавать не буду, я жду доп-дропа в Bloom, в этом, в Chrome, и еще в там, в нескольких проектах, которые они анонсировали, опять же. На телегу обязательно подписывайтесь, здесь все это выкладывают, комбо на все ботов, SBT, значит, и, кстати, выложил скрипт на Bloom, обязательно посмотрите предыдущий видос, а если у вас проблема с ваучерами, то просто вот этот видос гляньте, то есть, я выложил, как ваучеры обменять, тоже, опять же, вот, смотрите, коллекции. Здесь были ваучеры, кстати, да, уже лагает Тонкипер из-за нагрузки сети, вот, их надо было просто отправить по инструкции, и вот они, собственно, пришли. Так, Тон, кстати, идет чуть вверх, все остальное, конечно, в говне. Ну, ладно, друзья, всем спасибо, всем пока.